Ребята, я сижу тут, пишу блог по рыбалке по закрытию 2017 года. Думаю, что там происходит, какой-то экскаватор стоит, думаю, может яму какую копают. И вот вам дом ГВН-412. Понимаете, его никто не разбирает, никто ничего тут не делает, просто вот приехал экскаватор. На нем даже на крыше стоит спутниковая тарелка. Это называется демолишем. Снос дома. Просто фанер на этой будке. Вот это вот вам канадский дом. Внутри стекловата в стенах. Посмотришь, как он устроен. И не наблюдаю даже какого-то нормального фундамента в этом доме. И вот сейчас будет. Самое интересное. Есть двери, стекла, столько всего. Перилки, шторы даже на окнах висят. Очень интересно. Я снимаю тут из комнаты, из окна, через окно, через стекло вернее. Извините за звук. Звук я не пишу отдельно. Это вот такой вот один из очерков будет. Этот дом у меня уже давно, как бы, для нас был загадкой, почему в нем никто не живет. В нем никогда не светится, нету света. Он оказался просто пустой коробочкой из арголита. Приехал экскаватор. И за пять минут сравнял его с землей. И вот тут вот сбоку стоит машина грузовая зеленая. И, видимо, туда это все сложат. Да, вот вам и канадский дом. Канадское строительство. Ну, это старый дом, наверное, годов 60-х, 70-х. Он мне очень не нравился, потому что видно по нем было, что просевшая крыша. Стропил, как таковых, нету. Ну, не то, что нету, я не знаю. Может, они есть, но не видно. Ну, в общем, сейчас посмотрим, как это будет проистекать тут сбоку. Он, наверное, отъедет. Но то, что стоит на углу, вот, видите, на углу вот здесь вот, на углу дома, стоит сатилитарная антенна, тарелка. Ее никто не снял. Вот как было, так вот. Так его и валят. Так, смотрим, что он там ковшом зацепил интересного. А, там идут... Он зацепил какой-то электрораспределительный щиток. Все веранду, как будку просто. Елки-палки. Все это отвалилось. Все это он трамбует. Время. 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 Да, сейчас это в охапочку берет и все. Вот и все, и нету дома. Ну, такой дом, я вам скажу. Конечно, как все вот эти будки, вот это, вот этого я не понимаю. Временное какое-то жилье, временное строительство. Такое строят, я не знаю, обшивают это. Чик, у него такие как щипцы есть, он берет какую-то пластмасску. Может, это даже хозяин, потому что у него гараж открыт, там все. Ну, наверное, это еще все в гараж послали. Вот, по сути, дома я не вижу. Там, а, его, наверное, уже погрузили весь в этот. Так, что-то там взял сигарету. Закурил. Ну, все. Вот, там даже не было и пола в этой веранде. Я смотрю, что там просто стены. И тут люди им все равно. Там даже какой-то диван стоит. Все это развалилось просто как, даже не знаю, какой-то фанерный, как ларек какой-то, маф. И все, ребята. Вот так вот. Канадский домик. Гавен 412 был. И так, ребята, следующий день, уже на следующий день. От дома осталась одна яма с забетонированными стенами. То есть, вот они делают по максимуму, вкладывают в бейсмент зачем-то. Вот. И вот он поднимает такие кусманы этого бетона. Сейчас будет бросать вниз. О. И по минимуму вкладывают в стены. Вот это непонятно. То есть, у людей здесь какие-то две эти, две крайности у строителей. Они берут, очень много вкладывают в бейсмент, в котором, не знаю, вот второй дом под низом, я не знаю, что у них там. Там никто не живет обычно. Ну, там можно хранить все, допустим, вот. Но почему такие тонкие стены и такое все это? Ну, вот. И вот все, что осталось от этого дома, это вот котлованчик небольшой и куски старого строймусора. Все вот это все уже они разбили и поломали. Наверное, тут что-то будет строить другое. Вот так вот, друзья. Так, ребята, прошло какое-то время, наверное, часа два. Экскаватор выгреб весь бетон практически из бейсмента. Вот. И самосвалы привозят землю. И получается так, что они этой землей засыпают этот котлован, в котором был бейсмент. Вот. Вот так вот. Тут или что-то будет другое строить, или просто убирают. Странно, если кто-то дом покупал под снос, чтобы новый строить, то зачем зарывать? Это же потом, если будут строить дом, будет опять копать котлован. Может, у них требование такое, привести землю к надлежащему виду, как было раньше. Ну, посмотрим. Посмотрим, что это такое. У нас еще есть время, так что доснимем еще потом. Итак, ребята, день второй. Значит, раньше здесь был дом. Вы его видели на фотографии. Вот его фотография. А сейчас, ну, уже получается так. Котлован зарыли. Два дня поработал экскаватор. Я так понимаю, вот стоит платформа. Это платформа для экскаватора. Сейчас он закончит свою смену, свой объект. Утром будет гусеницами грунт. Ну, и уедет, и все. Приходили сотрудники, была машина. Ну, я уже, как бы, не застал с камерой. Была машина сотрудников, наверное, там, Government. Вот поехал товарищ Дизейбл на инвалидной коляске. Вот, значит, и, и, и. Получается, что был дом и нету дома. И сейчас вот останется от него один вот такой вот участок. Ну, дом, конечно, я вам скажу, ребята, уместился, двухкомнатный дом, уместился в два самосвала, стекловата, фанера и пластиковая вагонка сайдинг. Ну, вот так. Смотрим, что будет дальше. Ребята, ну, вот и все. Нету больше дома. АГВН 412. Разметили они здесь это все дело красными, там, палочками какими-то, что-то они тут размечали. В общем, получается, что вот такая картина. Был дом и нету дома. Все очень просто. Подогнали экскаватор, развалили и погрузили и вывезли куда-то. Крупных деталей не было. Были они вагонка, стекловата, сайдинг. Даже двери и окна не вынимали. Ничего вместе со шторами и с карнизами. Вот так вот все положили. Ну, ребята, это один из очерков такой, что у нас происходит за окном. Так что, ну, жизнь такая. Жизнь такая канадская, ребята. Засим пока. Подписывайтесь на канал, смотрите. Буду выкладывать еще много видео о том, что мы видим, как мы живем.